Я открываю круглый стол, право на молитву, опыт споров вокруг православно-католических, лютеранских храмов, домов молитвы и мечетей. И вначале у нас будут краткие приветствия организаторов этого круглого стола. Но прежде я хотел бы так кратко прорекламировать одну из книг, которая в последнее время вышла, это «Религия в современной России. События, дискурсы, пандемии». Это книга, которую издал Университет дружбы народов под редакцией известного религиоведа Марина Миранна Мчедловой. Здесь также в этой книге есть и мой вклад, и вклад моих коллег. Как раз тема на достаточно актуальную тему. Это одно из первых таких попыток осмысления современной ситуации. Ну и у нас такой флагманский журнал Института Европы, Российская Академия Наук, это «Современная Европа». И, к примеру, в седьмом номере за прошлый год, в последнем номере прошлого года, у нас была опубликована статья про феномен постправды с точки зрения христианской церкви. И это на примере обсуждения этого феномена в Италии среди католической общественности. Это автор этой статьи, сотрудница нашего центра, Вероника Яськова. Ну, как бы каждое мероприятие нашего центра по изучению проблем религии и общества, Института Европы, Российская Академия Наук, мы начинаем с такого уведомления о том, что мы уже давно и принципиально придерживаемся таких установок на межрелигиозный, межконфессиональный диалог. И с 90-х годов наш институт был одним из центров проведения конференций, форумов, ассоциаций религиозной свободы. И помимо этого, один из наших принципов – это также соединение мнений и позиций религиозных деятелей с научным сообществом. То есть, как правило, все наши конференции, они представляют точку зрения и представляют трибуну как религиоведам, социологам, политологам, так и представителям самых разных конфессий и религий. И мы в данном случае, вот в этом ключе, продолжаем традиции основателя и руководителя до прошлого года нашего центра по изучению проблем религии и общества, Института Европы, профессора Красикова. В прошлом году он, к сожалению, скончался. И профессор Красиков, в общем, как раз и стоял у истоков организации широкого межрелигиозного диалога и был одним из основателей, руководителей также ассоциации религиозной свободы. Теперь то, что касается непосредственно нашей темы, права на молитву. Мы специально так, вот немножко публицистически, что ли, назвали наш круглый стол для того, чтобы так точечно, что ли, услышать позицию представителей самых разных религиозных объединений по вот этому вопросу. Религиозные организации — это часть фундамента гражданского общества, и от того, насколько людям комфортно верить и реализовывать свое право на свободу и вероисповедание, зависит межнациональное и межрелигиозное согласие, и также наличие социальной солидарности в обществе. Если нет вот этого согласия, нет широкого диалога, то, собственно, нет и согласия. Религиозная жизнь при этом очень уязвима, от нее достаточно много чего требует с разных сторон, быть ей традиционной или, наоборот, соответствовать либеральным ценностям. И такой роды призывы есть и в нашей стране также, не только на Западе. Есть призывы включать в свою проповедь и политиков, и какие-то их политические цели. Пандемия в разных странах мира показала, как легко нарушаются права верующих, и как сложно договориться, если нет культуры диалога. А договариваться в демократическом обществе совершенно необходимо. После принятия закона Яровой о миссионерской деятельности, и об этом тоже необходимо сказать, предваряя нашу дискуссию, после принятия закона Яровой, после стремления государства вполне естественно установить контроль над самыми разными аспектами религиозной жизни, не только над некоммерческими организациями в целом, наступила своего рода новая эпоха. Установление контроля сочетается с вакуумом диалога между религиозными организациями и вакуумом диалога власти и религиозных организаций, особенно это заметно на уровне отдельных регионов. Потому что, к примеру, в Москве или Петербурге такого рода диалог все-таки происходит и организуется. И с моей точки зрения, это достаточно опасная ситуация, которую нужно обсуждать и как-то находить выход. Право на молитву имеет конкретные измерения, это, собственно, десятки зданий и сотни зданий, которые не возвращены религиозным организациям. По статистике, ну опять же, статистика в религиозной жизни имеет очень относительно характер. Делать не в том, что там 10 тысяч зданий есть еще, на которые теоретически может претендовать русская православная церковь, есть сотни исторических зданий, мечетей, которые необходимо вернуть верующим. Ну, к примеру, по статистике, там несколько сотен есть католических и литранских зданий, которые необходимо вернуть и на которые может претендовать церковь. Ну, есть, собственно, такое и широкое восприятие этого права на молитву, как защита, осознание своего права исповедовать веру в том, в общем, достаточно секуляризованном обществе, в котором мы живем и в котором вот этот секуляризм, в общем-то, стал определенной нормой. Таким образом, я думаю, что с нашей точки зрения, с моей точки зрения, право на молитву – это не призыв, там в обязательном порядке всем вернуть все и уравнять всех в требованиях, ну, требования русской православной церкви с мусульманами, католиками, литранами и так далее. Здесь должен быть очень дифференцированный подход. И в заключение я хотел бы привести некоторые размышления. Ну, из одной статьи отца Всеволода Чаплина 2015 года. Я обратился к отцу Всеволода Чаплину именно потому, что долгое время отец Всеволода Чаплин, он был регулярно участником нашей конференции и другом нашего Института Европы, поскольку всегда откликался на наши призывы, и участвовал фактически в каждом нашем мероприятии до своей кончины. И отца Всеволода Чаплина была такая статья, посвященная строительству новых храмов. Как известно, было достаточное количество спорных ситуаций вокруг храмов, и, естественно, представители православной церкви стремились как-то объяснить обществу, что значит само по себе строительство храма. Отец Всеволода Чаплин, в частности, отмечал, что храм – это место, куда приходят очень и очень многие, и рядом с которым начинается и самоорганизуется, утверждается, и втягивает в себя новые поколения, в том числе детей, жизнь местной общины. И спор утихает после того, когда начинается реальная жизнь церковной общины, поскольку люди видят то, что происходит, как меняется жизнь людей. И в то время, когда города становятся все менее пригодными для жизни, наверное, лучшим способом хоть как-то компенсировать тяжелую жизнь, стрессовую жизнь в крупных городах, в этом скучном пространстве, жизнь в каменных джунглях – вот таким выходом является строительство или поход в храм. И я думаю, что в эпоху пандемии вот эти соображения звучат еще более актуально. И я думаю, что в шестерах – это неизвестный вопрос. И поэтому я могу не видеть еще раз,